Драгон Эйдж 2 В первой части сюжетной линии, то есть Хоук у нас еще не переселился в верхний город, не был даже на глубинных тропах, не разбогател. Как тут разбогатеешь, когда нам нужно 50 золотых на эту экспедицию собрать? Я вообще понятия не имею, где эти деньги брать. Практически все деньги, которые добываем с продажи какого-то барахла или заданий я трачу на лечебные припарки, либо на какие-то ингредиенты, либо на лириум. То есть мне очень сложно. Сейчас у нас появился новый напарник. Это Мэр Рыль. Она теперь будет жить вместе с городскими эльфами. Она занималась магией крови и, видимо, ее изгнали из клана. Либо не изгнали, либо она ушла добровольно, либо таким образом хранительница хотела ее защитить. Она бы не смогла существовать, видимо, вместе с далийскими эльфами. У них там есть какие-то правила, которые должны они придерживаться. Она, видимо, их нарушила. Поэтому стала изгоем. Это вот ее дом. Она пожаловалась, что здесь у нее все очень печально, но живет она так же, как и Хоук. По рассказам, живут они еще хуже, чем бедный район, нижний район, где у нас живет Хоук. Но по мне так практически так же. Она здесь прибралась. Перед нашим приходом была катсцена дожелюбная такая. Мы пытались не поплиртовать. Я еще не определилась, с кем я буду строить отношения с Изабеллой или с ней. Изабелла очень легкомысленная девушка. Ей не обязательно нужны серьезные отношения. Но если Хоука заявит о серьезных намерениях и несколько раз проявит, видимо, настойчивость, то, возможно, ее убедит это. И она нам откроется, что, возможно, действительно ей не хватает мужчины сердца. Так она, девушка, за себя может сама постоять. Возможно, тепло и ласку. В качестве любящего, постоянного партнера она не ощущала таких чувств от своего мужа, которого, видимо, насильно выдали замуж ее за капитана пиратского корабля, насколько я помню. Вот он помер, и теперь она вроде как глава пиратской банды, то есть капитана пиратского корабля. Я, честно говоря, забыла вообще, чем я занималась. Так, вообще забыла даже, где мне искать задание. Насколько я давно играла в Dragon Age 2. Я не знаю просто, как можно так быстро записывать прохождение. У меня так быстро это не получается. Печать дома Далвейн. Известными в окрестностях рынка, в верхнем городе. Верните им печать и получите награду. Так нам нужно какое-то мелкое задание сдать. Дать какую-то печать. Мы за это получим деньги. Карта с весьма щедрым расширением границ. Орлея. Много подобных документов времен оккупации выбрасывали из окон всякий раз после освобождения Киркула. В казематах, наверное, может кому-то что-то должны отдать. Так, воспоминания о прошлом. Вернитесь домой и вспомните об ужасных событиях. Это ДЛС и Кремо убийств. Это ДЛС. Все, у нас идет главный сюжет. И слухи. Словам Варика, хромовники активно разыскивают юного эльпа Пенриэля. Его мать Арини живет в Альфинаже Нижнего города и ищет помощи. Вот это задание я сейчас буду выполнять. Там хромовник какой-то разыскивает парня. Как здесь написано, он живет в городском Альфинаже. Мать, по-моему, либо сама действительно не знает, куда он ушел. Либо она его скрывает. Найдем мы его в каких-то пещерах, а потом должны отправить, по-моему, индалийским эльфам. Но это задание у нас будет продолжаться на протяжении всей сюжетной линии. То есть, когда у нас Хоук будет жить в верхнем городе, там тоже будет какое-то задание, когда мы попадем в тень. И еще одни слухи, это про охотные надежды. Если верить, Варик и гном торговец Джаварис предлагают хорошие деньги за помощь. Он уже покинул город, но Варик и уверен, что его можно найти либо возле Орванного берега, либо возле Расколотой горы. Давайте все по порядку, иначе я так запутаюсь. Давайте сначала разберемся с этим эльфом-магом-отступником. Так как Хоук у нас сам маг-отступник, мы не собираемся сдавать его. Так у нас все прокачаны. Сейчас будем выполнять это задание. Так, а я кого вообще беру с собой? Давайте подумать. Варик, он незаменимый у нас. Лучше его стрелка из арбалета нам не найти. А когда он прокачанный, вообще непобедимый. Так, маг я хотела Мэриль с собой взять. Тут у нас еще есть Авелин. И все, Себастьян пока с нами не бегает, потому что мы не завершили его задание. Должно быть еще продолжение, по-моему, с ним. И Карвер, да? Все, Изабеллу мы еще не встретили. Я бегу в верхний город, хочу забрать. Точнее, отдать найденную печать. Мы за это получим денежки. И снова вернусь в Альфинаж. Так, сейчас посмотрим на карте. Вот печать дома от Талвейна. Вот ему нужно отдать и награду спасить за сына наместника. Нет, я Альфийка. Ясно, ладно. Ой, я пропустила какой-то неприличный намек. Что нет? Никаких намеков, ничего неприличного. А, ну хорошо. Вечно не улавливаю неприличные намеки. А иногда так хочется. Пусть придумай что-нибудь. Давайте отдадим ей печать. Получено 50 серебряных. А я думала, что больше никогда уже это не увижу. Спасибо тебе большое. Да не за что. Награду спасите сына наместника. С заваления его превосходительства наместником Орлоу Думара объявляется. Деятельные и способные граждане наместнику Думара требуются ваша помощь. Его сын Сеймус Думар пропал. Увиден неизвестно кем и необходимо как можно скорее вернуть его целым невредимым. Предложить свои услуги Синишалю Брану, находящемуся в своей конторе, в крепости его превосходительства. Получите за сие свершение не только щедрую награду, но и благодарность его превосходительству. Продали весь мусор, который нам не нужен. Что у нас в задание добавилось? Наместника. Вот, комментарий. Вот, непрошенное спасение. Поговорите с Синишалем, Браном, о Сине Наместником. Но это следующее задание, а то я так запутаюсь. У меня сейчас намечено другое прохождение. Что, у меня есть две руны? Пойду тогда сделаю себе что-нибудь. Руну хранения. Так, это руны для тех, кто усиливает броню. Нет. Руны природы. Есть руна хранения. А как нам поставить эту руну? Если она у нас есть, значит мы её, наверное, можем использовать. У меня есть 17 золотых. У меня всего лишь одно зелье для здоровья. Я просто не знаю, смогу я накопить деньги. Вообще, стоило бы потратить на припарки, иначе я не пройду. Есть только один рецепт. Может, мы можем это сделать у себя дома? Я просто не уверена. Мы умеем только один вид бомбы изготавливать. Так вот, Мэриль к нам пришла в гости почему-то. Мы, наверное, с ней можем поговорить. Так как напарники, насколько я помню, не заходят к нам в дом, значит с ней должен быть диалог. Сейчас я с ней поговорю. Зелье из эльфийского корня мы можем изготовить. Это то же самое, что зелье здоровья. Я думаю, пока ингредиентов хватает, нужно изготавливать. Так, давайте перетащим это к нам. Что на деле из эльфийского корня есть? Десять штук. Так, что у нас с рунами заказать? Руны. Не понимаю, почему у нас здесь нет другой руны. И вообще, как мне добавить ее в оружие, если я ее нашла или купила, неважно. Я просто не знаю, как мне добавить в оружие. Не знаю, как заказать руны. То есть мы здесь делаем руны. А как готовые руны добавить в оружие. Яды и бомбы. Вот, смоляная бомба. Корень смерти нет. Это яд. Это у нас... Кто использует у нас воин или развойник? Развойник у нас варит пока что только и все. Что так нам пришло-то? Знаю, что Далисы говорят своим собакам. Если придет ужасный волк, хватай его за ухо. Если хочешь, я могу рассказать тебе историю об ужасном волке. Плайт. Ну, давай послушаем. Любопытно. Давно-давно в долине Безмолвия жил один клан. Это было ужасно густынное место, где не показалось даже солнце. Был гончий пес. Когда они были молоды, то вместе донялись за оленями, зайцами и волками. Бой хранитель и его пес состарились. Теперь только дремали перед костром и видели сны об охоте. Но потом пришел ужасный волк, и хранитель был добрым и мудрым. И таких Фэн Харрелл ненавидел больше всего. В ночь он бы пытался проникнуть в сны хранителя, чтобы смутить его разум и обратить против его народа. Но даже во сне гончий пес охранял своего хозяина. Он почил ужасный волк и погнался за ним в тени. А радость не лает. О, тебе нравится эта часть рассказа? Мне продолжить? Продолжай, пожалуйста. Не заставляй его долго ждать. Думаю, теперь у тебя нет выбора. Фэн Харрелл старался оторваться от погони, но и он в пёс сбежал. Так, как гончие могут только во сне. От него не скрылся бы даже ветер. Он догнал ужасного волка и схватил его за хвост. Фэн Харрелл сбыл так громко, что сотряслась завеса, и звезды задрошали от страха. Но пёс не отпустил его. Ни пёс, ни волк не хотели сдаваться. Наконец-то Фэн Харрелл отгрыз собственных хвост, чтобы освободиться и убежал. С тех пор ужасный волк хорошенько думает, прежде чем учить пакость, как дана стража собака. Да, он горд, видимо, что он собака. Рада, что тебе понравилось. Не многие животные интересуются далиской историей. Очень милый пёс Холк. Ещё увидимся. Да, очень милый пёс нам тоже нравится. Надеюсь, его зовут Генрих. Не знала, как его назвать. Мне очень нравится больше, но это из первой части. А так, по-моему, всё. Мы со всеми говорили. Там, а ты занимаешься сочинение космонаместников. Хочешь? Пробусь на семейных историях иди к ней. Понятно. Так мы закупились, не буду тратить деньги больше. И так потратил на изготовление зелий. Собираю команду. Это Варик. Фендрис очень сложный персонаж. И его выбирать нужно, если есть романтические отношения. Как воин, он мне не очень нравится, поэтому я его и брать не буду с собой. По заданию на лояльность мы его выполнили, поэтому и стоит вовсе его брать. Вот отличная команда. А Тавелин ещё в прошлый раз устала, поэтому беру Карвера в качестве воина. И отправляюсь в Альфинаш. Так, это Лачёва, Мэрвейн. Нижний город. Только через Нижний город мы можем спуститься, видимо, в Альфинаш. Так, на карте нет быстрого перехода, только квартира Маргарит. Можно было, конечно, к ней и перейти в квартиру, но на двоих сейчас добежим тут недалеко. Таким, когда раньше это потому, что много много резвилось в лесах, Маргаритка. Долица тоже мало резвятся. Уж точно не в лесах. Нет, просто не в лесах. Деревья бывают ревнивы. Но всё-таки вырезвитесь. Конечно, иначе бы мы не были эльфами. Варик в своём стиле отшучивался. В данном случае по поводу образа жизни долицев. Они же лесные жители, живут на открытой местности, пользуются дарами природы, добываются всё своими руками, пищу. Одежду тоже сами делают. Хотя одежда Мэрли не похожа на одежду из шкур животных, но кто знает, они искусственные мастера и магией пользуются, так что всякое может быть. Пошу вас, Сэр Траспелл не хочет идти в круг, но это единственное место. Сударь, мы сделаем всевозможное, чтобы найти вашего сына. Я не могу гарантировать его безопасность, если он дальше будет потеряться храмовником. Он ещё ребёнок. Наступник. Я не поняла, она его сама, что ли, вызвалась, а чтобы он нашёл этого ребёнка, либо она ему рассказала, что он сбежал. Непонятно. Давайте узнаем. Соболезную вам, госпожану, я могу проявить милосердие к вашему сыну, только если он сдаться сам. Я пытаюсь найти его, но по-моему, они не могут потакать магам-отступникам. Если мы не будем осторожны, на её месте окажется наша мама. Но он имел в виду старшего брата, так как полку нас отступник. То есть, сын отступник. Ну, мы можем проявить как бы сострадание, но мы что, должны за каждого мага-отступника вступаться, когда нас самих могут повязать, отправить в казематы. Этот вариант, я чаще всего обычно выбираю, но тут не подходит шуточка, так как этой женщине очень тяжело на сердце. Давайте всё-таки выберем героя. Я могу помочь? Кажется, твой сын попал в виду, я могу чем-то помочь. Ты слышал всё, и всё равно хочешь помочь отступнику? О, спасибо. Мы как-никак можем её понять. Меня зовут Мой сын, больше у меня никого нет. Когда я знала, что он маг, я не нашла все весело отправить его в круг. Но он связан с тенью, и оттуда к нему приходит кошмар, и ему снится, что с ним разговаривает демон, но уж лучше я дам его кругу, чем теряю совсем. Круг, особенно казематы, тут как бы старая тюрьма для рабов. Не лучший вариант, но в данном случае мы видим пример, когда этот эльф, он не может справиться с своим даром сам, он не может изучать, возможно, он его отрицает, ничего не делает для того, чтобы облегчить свои страдания, боится, просто убегает. А может вовсе в ближайшее время просто не проснуться, не вернуться из этой сени. Хоука и его сестру, погибшую, обучал отец, у него была помощь от родного человека, поэтому ему проще, хотя многие маги-отступники обучаются еще и сами, когда понимают, как справляться со своей силой, возможно, ищут какие-то советы в книгах, либо все же также ищут каких-то помощников, но это все очень сложно, может любой сдать и настучать на него, поэтому нужно разобраться, в общем-то, где Фенриэль сейчас. Мой сын сбежал? Он знал, что я говорила с Эром Траском и решил, что я предала его. Он думает, что может жить вне круга, но я боюсь, что без должного обучения он погубит себя. Он все выглядит именно так. Хоук не хочет сдавать этого парня. Круг магов, если он откажется от нашей помощи, это лучшее решение для того, чтобы сохранить ему жизнь. Это Далейка? Это же педалиская татуировка. Почему ты живешь в городе? Гордилась Далейкой, но на время попала в Кирпул и там связалась с одним торговцем, человеком, его звали, Венчанта. Когда я поняла, что беременная Венчанта, не моя племя, не захотела принять меня с ребенком полуковкой. Когда я поселилась в Ульфинаже и выросла в Фенриэле сама. Фенриэле у них, наверное, любят имена на букву Ф. Среди эльфов. Что именно случилось? Расскажи мне все по порядку. Поскольку лет назад я узнала, что у моего сына есть магические способности, но мы и думать не могли о том, что отдать его в Кисематы, и поэтому скрывали его дар. Когда я начались в кошмар, Фенриэль все равно не хотела связаться с Кругом. Но я боюсь там... Только там могут спасать ему жизнь. Помимо того, что там ему спасут жизнь и еще погубят его психику. Им даже для того, чтобы выйти на 5 минут, просто прогуляться во дворе, им нужно чьё-то разрешение и не думая, что они без присмотра это делают. То есть они находятся в постоянном стрессе. И у этих магов, которые под наблюдением, возможно, растёт какая-то агрессия или озлобленность, потому что их желания ограничивают. Они не могут сами выбирать, что им делать со своей жизнью. Мага особенно другие проблемы. Ему постоянно приходится скрывать свой дар, либо просто скрываться от храмовников. И не знаю, почему нашего поука за половину игры не проявят желание повязать. Ладно, там он будет спасителем Киркула. На нём как бы будет так сказать амулет. Защитный амулет. То есть он что-то хорошее сделает для людей. Они будут видеть в нём защитника. И только это будет спасать от того, чтобы посадить в казематы круг магов. Он на виду у всех бегает с посохом. То есть можно было как-то это сделать хотя бы в первой части сюжетной линии. Ну ладно, у нас герой видимо. У него есть какой-то особый ангел-хранитель. Расскажите мне про кошмары. А что именно ему снится? Демона не заводила затягивать свой мир. С каждым днём его всё тут не разбудить. Потому что я обратилась в круг, только там мага мог защитить от него самого. Вообще у человека, у которого есть магические способности, у него безграничный потенциал в обучении магии. И человек такая сущность одна из самых сильных, если её не сравнивать только с физическими существами, а вообще просто с любой сущностью, с тени, с демонами, с добрыми духами или ещё с кем-то. И когда человек обладевает и может контролировать эти магические способности, пусть к всему он ещё развивается и обучается, любой демон побоится такого мага, потому что только он может управлять демонами и духами, конечно, он не может управлять, так как духи, во-первых, в этом не заинтересованы, и им ничего не нужна от людей. И поэтому демоны пользуются слабыми людьми, которые либо не знают ничего о магии, либо тех, у кого много тараканов в голове. То есть они предлагают сделку какую-то, предлагают что-то соблазнительное для человека, либо эльфа, либо ещё кого-то. А потом либо забирают энергию, либо делают своим рабом, либо питаются энергией, что-то взамен забирают, потому что демон боится человека и сделал всё для того, чтобы человек не развивал в себе магические способности. Как я уже говорила, человек это самая сильная сущность, поэтому демон боится сильного мага. Когда сила воли и дух силён, то демоны в общем-то обходят стороной таких сущностей, поэтому нужно... Я к чему я тут разговаривала? Нужно искоренять свои страхи, нужно учиться жить своим даром. Если его отрицать, он никуда не исчезнет, если только, не знаю, выпить какое-то зелье, которое будет блокировать какую-то часть, я не знаю, в мозгу или в сущности человека или ещё где-то, хотя не знаю, мне кажется, эта часть сущности человека он с этим рождается. По-другому этому магу не выжить, ему нужно просто принять это как должное и стараться побороть свой страх и изучать это ремесло, так я это скажу. Так я про это скажу. С чего лучше начать? Есть одно затруднение, ещё подумаю, что с ним сделать. С чего лучше начать? Что именно мне нужно сделать? Найди его, пожалуйста, отведи в безопасное место. не знаю, не знаю, куда ушёл Фенриэль, но есть два места, откуда можно начать поиски. Его уже искал сэр Траст, поговорить с ним в Кузематах, может быть, он скажет, какие места уже осмотрел, а ещё из Антивы недавно вернулся в Инчет, отец Фенриэль, он торговец, торгует на рынке в Межнедорде, Фенриэль мог его разыскать. То есть он всё-таки знает, кто его отец, и если он знает, наверное, уже пытался его разыскать, и скорее всего, если отец сейчас не живёт с ними, значит, он отказался от сына, я так понимаю, и очень сложно будет его переубедить. Нужно опять использовать своё обаяние, психологию, залазить в голову, выслушивать трогательную историю, принимать весь этот грустный себя и стараться пробудить в нём отцовские чувства, отцовскую ответственность за то, что у него есть ребёнок. Как бы то ни было, по какой ошибке бы не родился ребёнок, по глупости, по любви, за страсти, за ещё каких-то причин всегда несут ответственность оба человека. То есть мужчина и женщина. Мужчина не может приложить ответственность на женщину только потому, что она способна воспроизводить потомство, а женщина не может тоже приложить ответственность на мужчину, потому что он по какой-то причине не успел сделать всё так, чтобы в результате она не забеременела. Поэтому всегда ответственность на обоих, так же, как и в любых ситуациях, когда там какие-то разногласия в отношениях или ещё что-то. Не может быть, что виноват только один. Если что-то такое произошло, всегда закономерность вина лежит на обоих. Если, например, кто-то жертва получается, значит, жертва не усмотрела либо не хотела видеть что-то, что привело. Конечно, люди ошибаются и людям сложно ошибаться, поэтому мы не категоричны, поэтому и помогаем. Используем данного героя и помогаем людям. Используем ужасное слово, но я играю, поэтому я это воля Хоука. То есть он всё делает, как я выберу для него. Какой это Траск? Какой он этот Траск? Скажи мне об этом Храмовнике. Я думаю, он хороший человек. Он не питает ненависти к магам, но понимает то, до чего я дошла далеко не сразу даже самые одобронравные маги. То есть они не всегда хватают тебя и бесследно уволокивают. Иди Храмовники совсем не такие благожелательные. Один Храмовник спас отца. Это не очень долгое задание. Нужно было переговорить, отдать какое-то письмо, узнать, что он был в хороших дружеских отношениях с Храмовником, отец Хоука. И Карвера назвали в честь этого Храмовника. Венченто. а какой раз расскажи мне о Венченто. Вы с отцом Хенриэля не женаты? Венченто ни к чему не женат. Ни ребенок полукровка. Я не видела его с того самого дня, когда сказала о ребенке. Я писала ему, чтобы он знал про сына. Хенриэль хотел видеть его. Хенриэль хотел видеть его. то есть у Хенриэля желание видеть отца, который от него отказался, есть. Это его выбор. Очень часто бывает, пока кто-то из родителей не познакомится с своим ребенком, не проявляется вот этого родительского инстинкта, либо бегут по необходимости, когда вдруг они поняли, что они одиноки, и на старый след начинают искать детей, от которых они отказались. Опять же, это их не выбор, их не жизнь, просто хорошо, если мы в нем разбудим отцовские чувства, плохо, когда люди вспоминают о своих детях только из-за каких-то эгоистических своих потребностей, что значит одиночество, что значит родить ребенка для того, чтобы он подал стакан воды. Это личность с самого рождения, с самых пеленок. Родители, они направляют ребенка, так как младенец ребенок не может многих вещей сделать сам, он познает мир, и родитель может дать ему правильное направление, подсказать, что правильно, а что неправильно. А когда родители говорят, либо женщина говорит, что мне нужно ребенок просто так, непонятно, что просто так, ей нужно продолжение рода, ей хочется отдать свою любовь, все равно этот ребенок будет обделен, если у него не будет отца. Если начинают искать ребенка, от которого отказались на старость лет, потому что им вдруг одиноко, и они больше никого не встретили, больше никого не осталось, это эгоистично. Так же, как ребенок не обязан любить своих родителей, так же родители не обязаны любить своего ребенка. В идеале ребенок должен рождаться в любви, и естественно такого ребенка будут любить, и ребенок будет любить своих родителей, но бывает всякое. Бывает, что дети рождаются в любви, не знаю, это, наверное, исключение из правил, почему от любви так жестокие дети. Есть еще такая фраза из одной песни. Родители любят не за то, что они произвели на свет ребенка, а за то, что они чувствуют какую-то связь с этим человеком, что они не уважают, что они чувствуют заботу, любовь, что им самим хочется заботиться о своем родителе, помогать друг другу. Вот эта вот связь, неразрывная сплоченность именно и вызывает искреннюю любовь к своему родителю или наоборот к своему ребенку, а не только потому, что кто-то кого-то произвел на свет. Если ребенок жил в ограниченных условиях и отрицательных, навряд ли он сможет понять, если ему скажут, что он обязан может простить и отпустить, но, возможно, любви в ребенке не вызовет искренней к этому родителю, а, возможно, если он встретится, познакомится, и люди все-таки могут измениться, если только сами захотят, узнают с другой стороны родителей, то все возможно. То есть, опять сложная тема, поэтому немножко вкратце рассказала ее, так как нам придется разговаривать с этим отцом и разбудить в нем отцовские чувства к ребенку. Даже если родители не живут вместе, ответственность на обоих родителях. Поэтому нужно будет ему об этом напомнить. Отправляюсь прямо сейчас. Не буду заставлять тебя зря волноваться, пойду на поиски. Он имеет право жить своей жизнью, без закон круга, каждый имеет право жить своей жизнью. Еще чуть-чуть и мальчик станет одержимым, надо скорее найти его. Спасибо, когда мы ото всех скрывались. Было так одиноко, я даже рада, что все открылось. Очень часто какие-то необычные способности или какие-то выделяющиеся черты характера, внешности, либо привычки из толпы могут угнетать человека, ему либо приходится скрываться, он может чувствовать себя одиноким и искать людей по интересам, либо ему приходится жить с этим открыто и каждый день отбиваться от косых взглядов минимум, либо агрессивности, возможно, и жесткой агрессивности. В этом году я уже два раза своих владел, все время отвлекают от этого там, они... Поэтому можно понять эту женщину, что у нее даже какое-то облегчение, что она смогла открыться возможно рада, что мы проявили любопытство в наших интересах помочь этому мальчику, у которого не было возможности самому обучаться, либо принять от кого-то помощь. Пока нет Шем, который надзирает за гавань, говорит, что островки к ему поклятые Шемы. Мы работаем не хуже других. Мы надоели свое болтам не перебивать. Кыш отсюда. Я просто пытаюсь свою мысль сформулировать. И они меня перебивают, и я забываю вообще, о чем я хочу говорить. Я надеюсь на лучшее спасибо, что спрашиваешь. Я помню, с ней у нас задание должно быть связано, но по-моему это появится позже. Давайте посмотрим, что у нас в дневнике записано. так, это блудный сын. Поговорите с Траском во дворе казематов весь уничество на рынке днём по-моему реалии. Посмотришь игра про мага подступников, про различные драки на улицах, про такую историю несправедливую, что он должен жить в богатстве изобилии из-за того, что дядюшка его пропил. Всё, наследствием ему приходится сейчас бороться за свою жизнь, за выживание, зарабатывать себе на хлеб какими-то гадкими и не всегда честными способами, хотя мы это не одобряем. Но даже в своих разбойничьих делах у него всегда остаётся человеком и никогда не поднимет руку на беззащитного, на ребёнка. Даже вы помните, мы помогли тому мальчику, отдали ему этот груз, чтобы он смог на эти деньги отправиться куда-то и начать новую жизнь. Я говорю, что обычная РПГ-игра про драконов, магов-отступников, а мы сталкиваемся с такими сложными взаимоотношениями. Приходится в этом разбираться, понимать психологию человека, почему он так поступил. То есть всё намного сложнее получается, чем просто обычная РПГ-игра с магическими способностями. А хотя можно просто об этом не задумываться и просто мочить всех подряд. Кому как нравится. Я просто не могу обычно мимо. Это что за прикол? По-моему у 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 происходит. Если мы наблюдаем такое. Товаро продаем на Верену смирение. Так вы нечата блудный сын. Давайте поговорим сначала с его отцом. У меня сейчас находится инвесен ледяный торговец. Живет в двух шагах от своей жены. Даже ему не любопытно было одним глазом посмотреть что хоть его сын. Хотя бы издалека посмотреть на его. Ледяный нет. Привет у вас сударь. Я вижу из тех кто знает цену прекрасной тиманской стали. Я привожу северовольную марку только самую лучшую. Было бы интересно. Я ищу Фенриэля. Вообще ты меня больше интересует наш сын. Сын никогда не имел такой чести сударь. Моя бедная жена вернулась в Мативоин часто меня видит со всеми моими развездами. Час ты врешь. Ладно не будем думать о тяжком. Давайте я покажу вам свои шелка. Я знаю что вы за него боитесь. Он ни разу интерес не проявил. Мы можем конечно хитрость включить. Типа мало ли вдруг действительно глубоко в него дремлет любящий отец. Так искупите свое невнимание. Скажите мне правду. Будете молчать погубите его. Жестко с ним обойтись или нет. Мы можем его запугать. и он просто из-за того что будет жалким начнет с нами говорить. Но нам это не нужно. Нам нужно чтобы он вспомнил о своем долге. уж есть у него сын, все-таки есть на нем какая-то ответственность. Я знаю, что вы за него боитесь. Содори мы не храмовники и Фенриэль не зачем нас бояться. Мальдисион да вы маг. Тогда вы наверное будете добры к мальчику который прячется от храмовников. Кемпион к полу Кроппи которого бросил отец конечно будем. Вложение у парня незавидное так что я его отправил единственным человеком который сочувствует магам его зовут Самсон когда-то он был храмовником. Храмовником? Почему бы храмовник ему помогать? Слишком долго служил храмовником теперь мучается совести помогать беглым магам. Обратная сторона. Значит совесть замучила человека но это лучше чем ничего. Это лучше поздно чем никогда как говорится. Лучше совершить исправить измениться найти в себе силы изменить что-то в себе потому что только сам человек в себе может что-то изменить. Как говорится люди не меняются потому что другие от них ждут чтобы они изменились а они не хотят меняться вот когда они захотят они смогут измениться но скорее всего это будет очень сложно потому что будут препятствия встречаться. Боли разочарования это как реабилитация о старых привычках сложно забыть. если с ними пришлось жить всю жизнь или даже пол жизни даже если хочешь себе очень сильно изменить эти привычки они так будут напоминать о себе окружение наткнетесь либо на человека из прошлого либо какой-то предмет воспоминания и все такое даже элементарно запахи могут вам навеять о каких-то прошлых воспоминаниях запах духов из детства запах свежего хлеба либо я даже не знаю как запах кожи ботинок как нам сказал Зевран то есть у него это ассоциируется с жестким детством но он когда чувствует запах кожи ботинок он как будто на время возвращается в детство и чувствует себя в безопасности может быть когда еще его не отдали в рабство фиг знает ну короче у него с этим хорошее воспоминание нам нужно в клагу отправиться там можем поговорить с бывшим храмовником который прячет как раз этого эльфа вы 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 Продолжение следует...